всем здорово вот давным-давно не было видосов выходные хоть и питал пытался записать но куча было дел не получилось записать видос вот решил сегодня сегодня прямо с утра не знаю как чувствовал что ли взял даже фотик хотел с собой взять машину а и даже взял машину с собой фотик но времени не было просто тупо достать его и начать снимать потому что я все куда-то ездил целый день там что-то делал я даже подумал что вот у меня один замечательный подписчик нз как-то говорю типа сними свой день я думаю на самом деле было бы прикольно как-нибудь так свой день снять просто с фотиком немного неудобно я дает заведу себе gopro какую-нибудь еще маленькую экшен камеру чтобы в любой момент таскать ее там снимать что попало вот туда будешь круто ну вот так фотик пока ты его достанешь пока включишь там батарейка садится еще чего-нибудь ну вот так и все не были на зарплату выдавал сотрудничкам своим ездил еще на базу там решал вопросики всякие с этой зарплаты потому что там не дали одному товарищу документы всякие то да все потом еще купил водонагреватель у меня блин 2 месяца уже нет горячей воды дому три года что ли прорвал где-то трубы какие-то пидорасы там проводили испытания вот и теперь все вроде как не берут на себя ответственность все неизвестно чья там кто отвечает за горячую воду два месяца нет горячей воды в принципе я уже привык не мыться вот ну сейчас мы узнали что опять еще там неделю как минимум не будет горячей воды и решил решили все-таки купить водонагреватель поэтому сегодня наверное посвящу водонагревателю свой видос сейчас вам расскажу как вообще выбирать водонагреватель и так еще что-нибудь делать короче выбрал я водонагреватель термекс на 50 литров на 30 литров маленький там толком никто помыться не успеет на 80 огромный вот почему термекс потому что в яндексе самый популярный водонагреватель это термекс во первых во вторых нержавейка в третьих не китай вроде как вроде как россия вот в четвертых у меня у родственников стоит термекс нормально работает поэтому нареканий нет вот пошел значит я до этого же провел мониторинг пошел тут по магазинам везде он стоит вот именно самый популярный на 50 литров где-то 10 тысяч где-то 12 тысяч я еще спрошу сколько будет стоить установка они говорят две тысячи две с половиной тысячи козлы короче я думаю пошли нахер с такими огромными ценами потому что в интернет-магазине эльдорадо стоит 8 490 я за 8 490 купил в эльдорадо на 2000 минимум а то и на 3 а то и на 4 дешевле чем во всех остальных сантехнических там всяких других магазинов города вот потом пойдемте сразу покажу покажу этот замечательный водонагреватель вот я его купил и сегодня же ему подключил правда конечно видите пока криво все подключено вот но сейчас я вам все расскажу продолжу снимать видос уже здесь ваня потому что уже почти час ночи вот здесь еще есть интересное короче термек самый популярный в яндексе поэтому я его взял решил брать в эльдорадо потому что там 8 400 а везде минимум сколько но это мало ли вдруг кто-то из вас будет брать водонагреватель я и видосе про это напишу в описании чтобы если человек кому интересно про водонагреватель могли посмотреть это не китай вроде как 7 лет гарантии дают правда не на электронику на электронику год в принципе на него год гарантии но на бак дают 7 лет гарантии ну понятно что это все фло по большому счету в комплектации идет непосредственно сам водонагреватель 3 анкерных болта я покажу их тоже таких крючка на которых он вешается вот специальный такой клапан для стравливания давления и воздуха чтобы воздух через него выпускать в принципе все плюс там или сразу узло то есть защитное это устройство чтобы током не шибанула но так я так думаю паршинкой ну вот соответственно за 8 490 я его сегодня в эльдорадо купил купил еще наконец-то себе дворники нормальные ну как нормальные тоже про дворники сделал видос купил каркасные потому что оказалось что каркасные без каркасные чистят одинаково каркасные стоит два раза дешевле и зимой каркасные хотя снега можно ото льда можно почистить постучало в машину и все а без каркасники они же такие мягкие они ломаются может быть крутые без каркасные ломаются но мне продавец сколько не показывает все в принципе фуфло ломаются вот короче потом еще же купить водонагреватель полдела еще же нужно его поставить во всех этих паршивых конторках где будут вонючую сантехнику все эти не знаю нехорошие люди уже час ночи просто у меня как-то может быть настроение не совсем такое уже слова редко плохо подбираю короче эти барыги сантехнические они минимум 2000 берут за установку то есть везде я узнавал но везде минимум 2000 это только установка плюс еще материалы там еще по месту единственное место в эльдорадо мне сказали что за 1100 мне поставят я уже все-таки калач чертый походил по магазинчикам я говорю почитал в интернете что ну что значит установить я спрашиваю что значит установка они там якобы не знают я говорю узнаете это врезка в трубу или без врезки в трубу короче оказывается за 1100 они тупо вешают его мне на стенку и проверяют его работу используя свою якобы компетенции компетенцию или там компетентность вот еще пытались мне впарить за 2000 фельдорадо дополнительную какую-то страховку на этот водонагреватель 8000 стоит еще за 2000 короче послали в жопу с их страховкой и с их компетентными работниками потому что за 1000 стоит только повесить его не могут а так чуть что хотя бы плюс минус там не знаю дополнительно пыль смахнуть это уже там 2000 3000 я посмотрел расценки короче говно не сервис я решил что самый лучший вариант потому что без врезки короче сейчас объясню чтобы повесить ну подключить водонагреватель ничего сложного нет подключается он просто вот идет значит эта хрень в комплекте идет то есть здесь стравливается воздух который изначально в нем когда заполняется ну и лишнее давление спускается потому что сами понимаете холодной водой заполняется она нагревается то есть расширяется туда-сюда давление увеличивается и вот идет стравление через эту хрень либо он просто бывает открытым но мне мужичок посоветовал сделать вот потом подключается вот эта фигня это все в принципе сделать легко он втыкается в розетку поэтому я его повесил в ванне потому что у меня здесь была уже свободная розетка ничего в туалете у меня розеток нет к сожалению вот самая сложная хрень это непосредственно врезать его в трубу в трубу с холодной водой и в трубу с горячей водой вот для этого нужен специальный ну такая специальный паяльник короче в чем дело дело в том что это делать легко в принципе спайку врезку вот этих вот пластиковых труб делать легко но для этого нужен паяльник не паяльника это как она называется не помню в общем вот эта хрень которая которая спаивает эти трубы у меня нет этой хрени ее можно взять в аренду но стоит аренда будет столько же сколько ты возьмешь сантехника с этой хренью в аренду в общем я посмотрел по объявлениям договорился с одним мужичком за 700 рублей но если честно он думал что ему придется тоже только прийти быстренько врезаться полчаса работы и уйти и тут то было после работы часиков на 6 мы с ним договорились встретились все пришли весь инструмент он притащил хлоп хлоп и она сначала повесить надо просверлить ладно у него и был перфоратор и все то есть это я бы еще запарился вешать эту всю хрень короче конструкцию вот сверло не оказалось потому что сверло на 16 аж пришлось в комплекте шли анкерные болты вот таких на 3 таких анкерные болта вешается вот эта вот хрень термекс пришлось за таким сверлом специально идти в магазин кроме того нужно было докупить вот эти вот пластиковые трубы которые врезаться два вот этих шланга которые подводят горячая вода холодная вода вот краны непосредственно потому что в комплекте они не шли вот эти вот вот видите красный и черный синий холодный с холодной водой вот они холодная вода и горячая вода то есть все вот эти вещи потом переходники всякие разные короче вроде всякую мелочь понабрали вышло практически на 700 рублей вот ну 700 рублей ладно нормально потому что во всех вот этих вот говномагазинах где мне предлагали за 2000 сделать это тоже только работа вот в итоге с этим мужичком мы приехали потом ко мне домой давай делать значит еле-еле повесили там блин еще то ли арматура попалась или еще чего не сверлилась вот еле просверлили повесили нормально потом стали здесь паять места нет трубы все впритык вода бежит воду перекрылась перекрыли все равно короче что-то там капает вот с третьего раза мы вот с 6 вечера короче до 11 с 6 до 11 короче вечера мы с ним паяли и резали еле-еле чуть было на завтра не отложили вот поэтому вызывайте всегда грамотного сантехника и это вам по-любому дешевле обойдется чем брать услуги этих магазинов вот ну в итоге все подключили единственно стиралка мне конечно немножко криво сейчас стоит потому что там нужен переходник завтра пойду куплю сам воткну все это быстро и недолго но самое главное что уже опробовали мы этот замечательный нагреватель все он нагрел удалось помыться все теперь кончилось кончились два месяца без горячей воды теперь я не завишу нифига от этих вонючих служб и тому подобных вещей вот конечно же конечно же снова в связи с этими всеми событиями снова я думаю что нужно обзаводиться собственным домом здоровый забор поставил вокруг поставил свой нагревательный котел на газу все работает все автономно чисто газ там подключиться к газу а если еще электростанцию поставить на эти за четыреста с ветряком с батареями то уже вообще было бы прекрасно свой дом все таки своя крепость без вонючих соседей без вот всяких этих жеков управляющих компаний всяких других лоботрясов которые хотят сделать на тебе деньги платишь земельный налог собаку завелся по здоровье и пошли все куда подальше ну а пока приходится обходиться вот такими вещами короче подвожу итог всего видосы всего своей сегодняшней эпопеи с водонагревателем это берите берите сами смотрите по своим деньгам там что более качественно то конечно получше но такое цена-качество вроде как термекс сразу готовьте примерно 1000 рублей на расходники и не жалейте когда в магазин придете берите запасные уголки пластиковые берите запасные тройники запасные вот все вот эти соединительные муфты всего лучше взять побольше потому что это все уходит вообще потом есть еще муфты американки называются вот их тоже возьмите пару штучек в любом случае шланги возьмите сразу вот и ну в принципе и все и возьмите конечно же услуг воспользуйтесь услугами обычного сантехника которые делают это дешевле быстрее и лучше чем какие-то лоботрясы из магазина вот в принципе и все давайте всем пока всего хорошего ну и подписывайтесь подписывайтесь конечно на мой канал пишите комментарии ставьте лайки ставьте там все что захотите пока